будучи маленьким я лазил по youtube и наткнулся на видео под названием i am stronger than you нажав на него я увидел прекрасную анимацию к сожалению тогда я не знал английского и не понимал о чем говорится расстроившись что не смогу узнать что это за фандом я пошел дальше через пару часов я наткнулся на видео с лед слием и нажав на него узнал персонажей они были в точности такие же как на той анимации подумал я так я узнал что игра называется undertale это компьютерная ролевая игра разработанная американским программистом и композитором тоби фоксом игрок управляет ребенком который случайно упал в яму и попал в подземелье большой мир изолированный от людей сюжет казалось бы довольно прост но данный фандом подарил многим людям кучу эмоций и воспоминаний включая меня сейчас я не особо активен в этом фандоме в основном смотрю арты других художников и слушаю о новых альтернативных вселенных от моих друзей я вступил фандом тогда когда undertale только начал набирать популярность это довольно мирное место люди начали создавать свои вселенные а я рисовал своих персонажей на обычном листе бумаги тогда у меня не было доступа в социальные сети из-за строгого контроля со стороны матери но в 2018 2019 году у меня появился доступ тогда я начал создавать посты с моими артами на своей странице вконтакте я тратил на рисунки до 7 часов и гордился собой однако к моему сожалению никто не хвалил мои работы а наоборот говорил что они ужасные мне стоит перестать рисовать я был расстроен но со временем узнала амина и зарегистрировался там так началось мое незабываемое время полное хороших и плохих воспоминаний выкладывая свои первые посты в андертейл амина меня большинство приняло степлотой и начали заводить с мной дружбу благодаря этому у меня есть друзья которые до сих пор общаются со мной за что им огромное спасибо так как тогда я переросла из простой депрессивной фанатки в адекватного и веселого человека у меня было много конфликтов начиная от оправдывания поступков берди и заканчивая моими личными конфликтами с другими людьми в начале я был типичным мэри сью который боготворил санса но несмотря на это я рисовал фан арты для других его фанаток было много ролевых чатов и часов проведенных в них было много споров в голосовых чатах о том какой персонаж круче с годами мои вкусы персонажи и вселенная постепенно менялись рос мой навык и умение создавать персонажей и сейчас уже 2020 год я пытаюсь создать свою глобальную вселенную с огромным лором и отсылками в попытке стать популярным как мои любимые андертейл аниматоры я поймал себя на мысли что я копирую персонажей от оригинала и слегка изменяю их моя вселенная вообще не была похожа на оригинал это было что-то более оригинальное и сложное и я понял что меня уже не привлекает этот фандом амина стала очень токсичным а мои ранее любимые шипы больше не приносят радости и я решил покинуть этот фандом и создать свою собственную вселенную которая не будет похожа на чью-то еще после этого я перестал следить за фандомом а состояние этого фандома в настоящее время расскажет моя дорогая подруга джулия всем привет у микрофона джульетта и данная часть посвящена минусом именно минусом данного фандома который проще говоря немножко гниет настоящее время так начнем кому из минуса номер один это фанат сразу говорю это не про всех я именно про тех которые реально портят фандом это такие люди которые обсирают другие за и вкусы за и вкусы в шипы чуть ли не готовы тебе порвать очко если ты не согласишься с их мнением и сука тебя даже готовы избить убить за то что ты просто сделал персонажа чуть-чуть даже если чуть-чуть похожего на другого персонажа даже ситуация с например с хуманизациями если сделаешь на один тон сметлее кожу персонажа потому что в основном сансов делают темнокожими то все ты падаешь в глазах фандома и тебя считают расистом и даже если ты сделаешь персонажа просто чисто ради шутки эту шутку просто не поймут ты словишь такой хейт что пиздец у тебя будет чувство будто бы тебя облили говном второй минус это шип проще говоря шиперы и так что же это такое это такие люди которые шиперят все и вся даже то что не движется и они каким-то непонятным образом даже сука волшебным образом найдут шип даже там где его сука и нет да да я знаю что есть нормальные шиперы которые шиперят нормальные шиппинги и так далее но таких людей скорее мало чем много а неадекватных шиперов которые видят во всем шип очень много сука они даже могут спокойно зашиперить персонажей которые по сути вообще друг другу не подходят и если ты да ты скажешь что данный шип тебе не нравится то все ты почувствуешь на себе все дерьмо интернета тебе буду желать смерти желать смерть твоим близким и так далее это реально ужасно это пиздец как отвратительно возьмем такой шип как error ink вот есть у нас такой фанат который данный шип обожает и друг ему появляется в реках такой шип как cross ink или же ink cross ну кому как и он начинает строчить себе в комментарии по типу ты чё это же не канон канон это вообще-то ink error или как там error ink ты вообще ебланище этого мира лучше бы тебе сука сдохнуть и вопрос нахуя ты вообще на это смотрелось тебе такое не нравится ты что не мог просто пролистнуть дальше нет тебе надо сказать что никому не нужное мнение которое по сути не является мнение а просто абсером просто высером из твоей жопы ладно простите меня просто бомбанул очень сильно и третий минус это порча канона персонажей знаете такой мем она альфа я ее омега я и она моя я мы чувствуем друг друга максимально это полет это можно пускать волну она ее подходит все так вот тут похожая ситуация инка дрима и свапа делают амешками а персонажей например найтмера или там не знаю эра делают просто такими сильными альфами которые ебут своих амешек вот возьмем опять же к примеру такой шип как error ink инка в каноне фанатов делают таким вот слабеньким яндр и цундра который орёт всем error мой муж он только мой и то что вы не смеете его трогать я возможно данных людей просто огорчу но инк по канону не имеет души он бездушный но чтобы чувствовать он использует краски и он даже любить по сути не может если конечно он не выпьет розовую краску хотя это скорее не любовь а просто похоть ну и чтобы видео было еще длиннее я добавлю бонусный минус это необоснованная ненависть к персонажам то есть человек готов чуть ли не убить данного персонажа даже не узнав его предысторию как он на самом деле так далее подобная хуйня происходит с ластом которого делаю таким извращенцем питофилом и то что он присоед ко всем лиже поебаться я возможно этих людей просто шокирую но ласт это делать не по своей воле он это делает потому что у него просто нету сука выбора таковы законы его вселенной но нет мы будем ненавидеть персонажа только потому что он совращает других или просто к ним пристает и это лишь часть того что я сказала про фандом но давайте лучше думать о хорошем перед данным фандом есть реально крутые художники реально крутые аниматоры которые делают офигенные работы офигенные фан игры даже сериалы наподобие underverse вам не все еще пылает надежда на то что будут появляться все новые новые художники которые будут делать офигенные работы и так далее новые фан игры которые будут намного лучше тех или иных и я просто буду на это надеяться ну что ж на этом все надеюсь вам понравилось желаю вам хорошего дня чтобы у вас все было хорошо и в принципе всем пока